Телеканал КРТ представляет С цыганским именем Джанго В нем было столько экспрессии, искренности и сакральной глубины Что казалось, что он не поет свои песни, а проживает их прямо на сцене Это резко выделяло его среди безликой массы попсы Хотя имя исполнителя тогда еще было мало кому известно А через несколько лет, когда на экраны вышел блокбастер «Бой с тенью» И главная песня, звучавшая в этом фильме, взлетела на вершины хит-парадов Для Алексея Поддубного открылась взлетная полоса В творчестве и в судьбе Алексей Поддубный Более известен под псевдонимом Джанго Музыкант, композитор, исполнитель и фронтмен одноименной группы Известен также как композитор и аранжировщик, сотрудничавший с украинскими и российскими звездами Ани Лорак, Микой Ньютон, Аленой Апиной Работает в жанре поп-музыки с элементами рока и фолка Родился и вырос и почти всю свою сознательную жизнь провел в Киеве Там же получил музыкальное образование по классу классической гитары Впоследствии самостоятельно освоил игру на аккордеоне и клавишно С 12 лет увлекся рок-музыкой, в частности группой Pink Floyd Примерно в это же время начал писать собственные песни на английском языке, но позже отдал предпочтение русскому Прозвище Джанго, что в переводе с цыганского означает «Я проснулся», Алексей Поддубный получил во время армейской службы Где каждую свободную минуту использовал для занятий музыкой После отбоя он часто уединялся с гитарой и исполнял джазовые композиции знаменитого бельгийского музыканта с цыганскими корнями Джанго Рейнхарта Сам же артист, вопреки слухам, никакого отношения к очующему племени не имеет, хотя ему близка цыганская эстетика в музыке и любовь к свободе Он никогда не сочиняет по заказу, пишет только то, что ему нравится Не любит светских тусовок, не занимается самопиаром, предпочитая занятия творчеством По той же причине редко дает интервью Но узнав, что к нему в Москву, где он живет и работает последние 6 лет, приехали земляки, чтобы встретиться с ним, согласился, предупредив, будем говорить о наболевшем Я помню выступления ваши в Киеве, на больших сценах, на том же Майдане, на Крещатике, на Бессарабке Когда были большие концерты городские, либо какие-то национальные, огромнейшие выступления, сборные концерты И вы очень удачно оттеняли нашу пафосную попсу Когда выходила группа Джанго, это совсем другое вливание Я ощущал, что не зря пришел на концерт Сейчас, честно скажу, очень мало этого у нас И почему так происходит? Наверное, потому что отток талантливых людей происходит именно из Украины Какие ваши мысли на эту тему? Во-первых, я бы начал с того, что... Спасибо, во-первых, за теплые слова и отзыв о творчестве Хотя, зачастую, выходя на эти большие сцены в Киеве У меня было такое... Когда я выходил, вернее, туда У меня было ощущение, что это не совсем то, что нужно То есть, это не совсем то, что как раз народ и ждал Я, когда записал первый альбом Вот сюда же входит эта песня, естественно Там хороводит снег с дождем И еще десяток других песен Там была песня «Метель», например «Непроглядная метель», «Одинокая постель», «Сны играют душами непослушными» Понимаете? Вот представьте себе попсу киевскую И эти слова Я очень помню, какая была разница Какой контраст между исполнительными происходил И дело даже... Понимаете, здесь мы окунаемся уже в такие вещи Как некий запрос Как некий запрос То есть, у кого-то в душе, очевидно, был запрос на такие слова И на тот же «Хороводит снег с дождем» и так далее С этой песней тоже интересная история связана Она была написана и записана Где-то за год до того, как она попала в фильм «Бой с тенью» Московский И началось ее, так сказать, триумфальное шествие По всему СНГ и Брайтон-Бичу, условно говоря До этого я ходил и носил эту песню Готовую уже в таком виде Которую все потом услышали Через год По всем киевским радиостанциям И что происходило? И что ее не брали Даже так? Ну да Как это часто случается в судьбах украинских артистов Признание на родине пришло к Алексею Поддубному через Москву После того, как «Холодная весна», ставшая визитной карточкой исполнителя Прозвучала в эфире русского радио Он становится популярным и востребованным Его песни бьют рекорды по ротациям на украинских и российских радиостанциях Звучат в саундтреках к популярным фильмам Группа «Джанго» активно гастролирует по просторам СНГ В 2005 году издает свой первый альбом И вскоре подписывает контракты С представителями крупнейших мировых звукозаписывающих компаний Universal Music Group в Украине И Real Records в России Артист продолжает жить и работать на две страны Но менять киевскую прописку не собирается Я в Москве пробовал жить много раз По полгода, по году, по месяцу, по два месяца Я знаю, что вы служили в Москве Да, я служил Но если считать мою московскую службу в армии То в общей сложности в Москве я прожил Года 3-4, может быть, до 2013-го Ну, из 2013-го по 2019-й уже 6 лет То есть, считайте, что я 10 лет уже Когда солдат советской армии Алексей Поддубный Шел в составе духового оркестра на параде По главной площади великой страны Он не знал, что очень скоро не станет страны И в Украине произойдут такие события После которых ему придется покинуть Киев И начинать новую жизнь в Москве Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Была такая мысль тогда, когда вы шли уже, допустим, играя в оркестр Пойти воевать за Украину Нет, нет, играя в оркестре на параде Что вот хочется в этом городе жить и остаться Нет, не хотелось Не хотелось, нет Более того, я... Да, и действительно, я участвовал в двух парадах Это очень интересно Кстати, расскажите, пожалуйста Я знаю, что вы гитарист Что у вас был опыт баяна, аккордеон А на чем вы играли в оркестре? На волторне Волторну освоили как-то без преподавания? Ну как без преподавания? Конечно, с преподаванием Там же был наставник Наставник у меня там в прошлом вообще, там чуть ли не в большом театре Насколько быстро вы осваиваете новый инструмент? Ну не знаю, там приказали, я освоил за полгода Я понял только... Поэтому, ну занимался... Ну вы вообще по жизни мультиинструменталистом можете легко освоить что-то новое? Ну я вот пытаюсь научиться уже который год на фортепиано играть Но я взялся за классику, я взялся сразу за сложные вещи За Шопена, за Ноктюрный там То с чего детство ваше начиналось, да? Да, я захотел играть на фортепиано, как мечтал мой отец Он меня начал учить на аккордеоне Это тоже очень такая, на самом деле, очень драматическая и поэтическая даже история Потому что отец мой был очень серьезно ранен во время войны Он, в общем, ему оторвало левую руку На второй осталось два пальца, мизинец и соседние Хотя он потом научился писать и так далее Он мне потом рассказывал, уже спустя многие годы Рассказывал, говорит Я помню, что когда мне пилили руку правую Отпиливали там лишние пальцы То, говорит, хирург Сказал, слушай, надо пацаненку пропил тут сделать Вот здесь вот в кости Вот такой Чтобы ручку мог держать При этом он закончил университет Киевский имени Тараса Григорьевича Шевченко Красный Он работал журналистом всю жизнь И 35 лет, по-моему, на заводе, которого сейчас уже нет Который, значит, обманным путем забрал товарищ Черновецкий И построил там теперь Завод сравнен с землей У меня там полдетства прошло Великая Отечественная война И все, что с ней связано Навсегда отпечатались в генетической памяти Алексея Поддубного Искалеченная войной детства отца, пережившего оккупацию Трагическая судьба деда, который был начальником железнодорожной станции в Киеве И отправив из города последний эшелон Не успел прорваться через кольцо окружения После чего предатель выдал его полицаем Под эти тревожащие души воспоминаний И под песни военных лет Прошли детские и юношеские годы артиста Естественно, как и все мальчишки Тогда мечтал играть на аккордеоне Потому что в 45-м году возвращались наши Значит, там на крышах Самый победный инструмент был С итальянскими аккордеонами С немецкими аккордеонами И так далее И это было, как сейчас модный диджей Условно говоря Человек с аккордеоном Это все Это центр вселенной В каком-либо селе Где угодно И отец, ну как он мог играть У него рук, как бы, фактически-то и не было В данном случае проекции Его мечты перешли Его руками, в общем, стал я И он пять лет, он меня начал учить Потому что мне сказали, что слуха у меня нету Поэтому самодеятельность меня не возьмут Даже так сказали Ну да Из-за чего они взяли Как они проверялись Из-за чего они взяли В таком возрасте Вообще у людей редко проявляется Чтобы они там, скажем, пели Точно по нотам Может растеряться Может Ну это вот Ну вот такое было Было такое И И мы начали петь И первые песни, которые мы начали учить Это песни Военности Войны Ну или связанные с ними Да, это было Я как сейчас помню Это был Полюшка Поле Это Среди долины ровная Это не военная Но мы это пели Мы пели Там Темную ночь Эх, дороги Это была центральная Значит Часть Всего репертуара Снова замерло Все до рассвета То есть Я в принципе Я воспитывался На Такой Что ли Русской культуре Изначально Поэтому Для меня Это вообще Этот вопрос Войны Ни наших Ни наших Он вообще никогда не стоял Никогда Когда мы там бузили На первом Майдане Это не отменяло Это не отменяло Ни в коем случае Не отменяло День Победы Великой Отечественной войны И никак иначе А сейчас Это уже начало отменять То есть Это уже все Россия Это не с нами Давайте все разрушим Все что сделала Россия Все что сделал Саветский Союз Давайте все Все убьем Искореним Вплоть до языка Затронув тему Майдана Я хочу напомнить Что Не напомнить А вспомнить Что песня «Холодная весна» Все таки была написана В 2004 году Если не ошибаюсь Раньше она была написана Ну вышла уже В широкие массы Это было время Первого Майдана Да С 2004 Под 2005 В то время Вы тоже Как бы принимали Активное участие В этом Таком Народном волнении Да Скажем так Были мнения у вас О том Что все таки Можно что-то изменить Вот как-то Вот Каким образом Ваши взгляды На это Поменялись И почему вы так резко Стали ощущать Что все таки Нами управляют Что все таки Мы шахматная партия Я вам расскажу Как это было Значит я зашел В офис К своему Тогдашнему Директору Ну то есть Тогда еще не было Никакого серьезного движения Но директор уже Как бы был Ну мы вместе Что-то начинали делать Там и прочее И он мне С порога Фактически заявил Сейчас придет Значит Янукович Донецкие В касках Сбитыми Они все бандиты И значит Они все прихватят У всех все заберут Всех убьют Значит И надо идти Спасать Против Потому что Значит там Революция Оно все получится Мы должны выйти Высказать Гражданскую позицию Ну я думаю Ну класс В гражданской позиции В общем Нет ничего плохого Есть только хорошее Значит Ну и пошел Постоял Послушал Ничего не понял Но главное Что я Так сказать Был там И было ощущение Некого единства Что мы значит За все хорошее Против всего плохого И прочее Ну и соответственно Я пошел за кулисы Там куда-то Меня там что-то провели Сцена огромная стоит И так далее Я подошел к организатору И говорю Здравствуйте Я Джанго Я тоже хочу выступить Ну и что Они сказали Ну Ну Давайте подождем пока Пока подождем Потом я узнал Почему Потому что русский язык Вот язык Да Поэтому борьба с русским языком Шла уже потом Дальше была еще смешнее ситуация Значит То ли день города Севастополя То ли день военно-морского флота Проходящий на площади Нахимова Традиционно Значит В Севастополе Это как раз 2005 год Лето Мы в списке Все едут Всем дают гонорары Все хорошо Значит И за три дня до Поездки Которая запланирована Вдруг команда Отбой Нам Именно вам Нам отбой Я такой Да как же так Я же там это Я стоял на Майдане Да я там оранжевый Вася И так далее Там тоже самое Тоже самое Русский язык Осень 2013 года Оказалась последней В киевской жизни Алексея Подгубного В городе уже разворачивался Евромайдан И назревали события В которых он Человек впитавший в себя Не только украинскую Но и русскую культуру Поющий и сочиняющий на русском Не видел своего участия Незадолго до отъезда из страны Джанго написал в своем блоге Воззвание к соотечественникам Где подробно изложил свое понимание Опасной ситуации В которой оказалась Украина И предложил пути выхода из нее И так что делать Я предлагаю для начала успокоиться Унять в себе революционную истерику И подумать о том Что будет выгодно Украине Как государству В этой шахматной баталии Что будет выгодно лично вам И вашей семье Перестать злиться Завидовать соседям Сорить на улицах Сквернословить Обманывать других Хамить и зарабатывать на митингах Вспомнить, что мы одна великая нация Один народ Унаследовавший от предков великую культуру И искать примирение А не противопоставлять запад-востоку И украинский язык русскому Надо говорить друг с другом Не разделять и властвовать А объединять и дружить Вспомнить, что мы все дети Божьи С любовью к своим соотечественникам Алексей Поддобный Жангл Ты выручи меня Приюти меня Не ругай зазря Босая осень По вьюгам сентября Я любовь свою порастеря Вот когда началась война Которая в принципе 19 января 2014 года Я предсказал В том же фейсбуке Написав маленькую Восьмистрочие Я не стал из-за него делать песню Просто по той причине Что я не хотел А это часто со мной происходит Но не получилось все равно Я не хотел Подпитывать эту идею Я понимаю вас Не хотел подпитывать эту идею Вообще У меня были Я не помню точно эти строчки Но что-то такое Как бы обращение К матери и родине Что ли в этом роде С кем же нам воевать Что-то с кем же нам воевать И бедные мои сомновья Друг друга вам убивать То есть вот это вот Была такая вот Это было после 19 января Когда произошла Атака с коктейлями Молотова На Беркут И я понял Что тут уже дело Вообще серьезное То что можно было решить Какими-то разговорами Сейчас уже разговорами Решаться не будет Все А там получилось У организаторов Всей этой Всей этой бучей Начиная с Майдана Получилось сделать Настоящую Гражданскую войну И гражданская война Это в общем Русские против русских Украинские русские Против русских русских Или как Как называйте Как хотите Но братоубийственная война Это братоубийственная война И Так нужно было Так было задумано Алексей Мы можем об этом поговорить Очень тяжелая тема И для вас И для нас Я не знаю даже Что тяжелее Думать Как это все исправить Или вспоминать Эти события Вернувшись К 15-му году Почему тогда Вот вы Приехав в Россию У вас же говорите Тогда и ребенок И супруга И все Вот и семейные моменты Вы все-таки Решили поехать На Донбасс Это была гражданская позиция Либо просто желание Увидеть воочию Своими глазами Это было Сочетание И того и другого Хотя конечно Когда я жене сказал Она Мягко выражаясь Была в шоке И в общем В слезах И я тебя не пущу Там и так далее Ну потому что Было непонятно Это Он великолепно не вернуться домой Ну Не знаю Я Я не знал Что я там буду делать Я первый Поехал Поехал туда Петь Естественно Что впечатлило При первой же поездке В Луганск Потом В последствии В Донецк Самые яркие Первые впечатления Что врезалась в память Ну Врезалась в память Конечно Когда Когда вы заезжаете В город И Вам показывают Вот попадание Значит Вот там Снаряд попал Значит Стена Дырка Пол дома Сгорела Здесь крыш К крышу попали Здесь Этот самый Здесь град попал Значит Здесь выкосило Все Все эти самые А что такое град Ну Я тоже Как бы знал Чисто теоретически А вообще-то Это такая Страшнейшая вещь Которая вообще Людям Вот в поле В чистом Она не оставляет Шансов вообще Для выживания Вообще Даже если вы В землю заруетесь И там был кадр Который у меня Даже где-то есть В телефоне Значит Посеченный забор В дырках Это Это не пули Это Оскол Оскол Такое ощущение Как будто Забор из жести Достаточно толстый Он какой-то Бумажный То есть Вот Вот Такое Ощущение И на дереве Вот тут Рядышком Висит Висело Детские качельки Их просто Оставили Такой Для ребеночка Качельки Креслица Такая Желтенькая ПЕСНЯ Алексей Алексей Вы как киевлянин Все-таки Это остается На всю жизнь Да Где родился Где Где жил Там Где родился Там не пригодился Это про меня Перефразирует Да Но все-таки Да Вот Как киевлянин Спрошу у вас Как вы видите Вот Возможно ли Между нашими народами Все-таки вернуть Ощущение Вот этого Единства Братства И нежелания Там вот Как у нас Да допустим Поклепа Нежелания Отъединения Абсолютно Абстрагирования От всего Культурного слоя Да И народного Слоя И культурного И традиционного Всего что нас соединяло Как это вернуть Ну Я думаю Что речь идет здесь Во-первых О многих Годах И я бы Сказал Десятилетиях То есть Профессиональные Эксперты Не я Но Хорошие Умные Прогнозируют Период Где-то лет Пятьдесят Насколько вы Верующий человек И насколько Вы считаете Что вера Способна Сдержать В людях Этот мир И вернуть На круги Своя Ну Я думаю Что здесь Только на Господа Бога И Надежда И есть Ну Да Действительно Я православный Человек Православие Я принял Крещение Обряд Прошел В 27 лет В Ионинском Монастыре В Ботаническом Саду Академии Наук По-моему Да Он находится Там На склонах Депра Поскольку Бог задумал Человека Себе Любимым Сыном Дочерью Помощником И так далее Близким Близким Своей Близкой Частью Души Своей Собственной Очеловеченный Так сказать Воплощенный То Он ожидал И ожидает От нас Того Чтобы мы Были Богоподобными Существами То есть По образу И подобию Как Говорится В Библии То есть По образу И подобию Значит По сути Такой же Как Бог Созидающими Любящими Что самое главное Что же мы Наблюдаем И что мы Видим Мы видим То что Человек Слаб Ну Понятно И человеку Гораздо проще Идти в животное Состояние Нежели В состояние Бога В состояние Духа И Естественно Это легко Подогревать Это легко Легко Любая Агрессивная Весь Сказать У соседа Забор Зеленее Значит Или выше Забери Убей Там Отними Тьма Лечится Только светом Мы не можем Там Как бы Определенная Значит Степень тьмы Применять Для того Чтобы опять Тьму Вылечить Микрооперация Да Это невозможно Когда этот Свет Будет Он поселится Знаете Как вот Например Там Зажигаются Огоньки Одни Второе Десять Двадцать Сто Сто тысяч Миллион Пятьдесят Миллионов Сто миллионов Огоньков Вот так Будет Знаете И растут Растут Океан Это в каком-то В каком-то Очень хорошем Советском Мультфильме Было Очень красиво Про светлячков По-моему Посмотрите Там Когда разгорается Вот это Море Такое Да Вот Это Это разгорание Духовного Духовного Огня Христова Ну как хотите Да Духовного Огня Внутри В сердцах Каждого человека И когда Это станет Очевидным То Действительно Тогда будет Непонятно Как мы можем Воевать Как Убивать Друг друга Зачем Когда мы можем Все это Ликвидировать И мы знаем Как Да То есть Рецепты Откроются глаза Просто Откроются глаза Откроются Многих Почему-то Они закрыты У некоторых У многих Людей Это удивляет У многих Для этого Есть Кто-то Либо Просто Не понимает Что происходит Это Большинство Людей А кто-то В этом Конкретно Заинтересован Алексей Какой период Именно Творческий Вы переживаете Сейчас Связан ли он С позицией Гражданской Либо С какой-то Лирической Направляющей Либо Просто С желанием Дать свет Людям И Если можно Что-нибудь Из того Что вы написали Недавно Подарите Нашим Зрителям Вы знаете У меня Очень сложный Этап Потому что С тех пор Как я стал Отцом У меня Поменялось Очень многое В моем Мировоззрении Я стал Более ответственным Ко всему Относиться И соответственно Может быть Немножечко Себя Стал Все время Ограничивать Это Не могу Сказать Пока Что Что Это Сказалось Продуктивно На моем Творчестве Я боюсь Что я Последние пять лет Я переживаю Этап Переосмысления И попытки Роста И даже Где-то В какой-то Степени Попытки Возврата К тому Мироощущению Простому Легкому Которое У меня Было До Всех Этих Событий С тех пор Как я Поехал На Донбасс И увидел Последствия Войны И все Это Наслушался И я Стал Так сказать Слился Сердцем Можно сказать Со всей Этой Землей Это Тяжело Вместе В себе Постоянно Это Приходится В себе Носить Да И Я не могу Уже От этого Освободиться Это Уже Не освободись Это Как бы Невозможно Прокрутить Назад Но Я Надо С этим Жить Да Как У Человека Грубо говоря Болит Несуществующая Нога Фантомная Боль Фантомная Она Опять же Все Как говорится Зависит От создателя Если Он Не дает Сейчас Такой Период Наверное Он Нужен Спою Я Пожалуй Песню Уже Там Тринадцатого Года Она Была Написана До Здесь Не связано Тоже Своеобразно Интересная История Эта Песня Как бы Поверхностная Если Ее Слушать Она Любви То есть Любви Мужчины Женщины Там Это Самый Такой Верхний Очевидный Слой Который Ну Может Им Можно Удовольствоваться То есть Кто-то В принципе Может Дальше Не Идти Второй Слой Это Возвращение С войны Вот А Третий Слой Это Может Быть Не Последний Ну То есть Это Наверное Последний Слой Но Между Ними Не Назовем Его Третьим Но Самый Так Сказать Такой Серьезный Слой Это Путь Души Человека К Богу Но Самое Главное Чтобы Было Единственный Маленький Посыл Какой-то Чтобы Было Очевидно Что Ты Поешь И О чем И Зачем Тоже Сам Очень Важный Момент Зачем Ты Это Делаешь Если Ты Это Второй Ты Можешь Это Делать Для Того Чтобы Так Сказать Немножечко Добра Прибавить Хотя Бо В одном Человеке Хотя Бо В одном Человеке Пусть Он Тебе Позвонит Напишет В соцсети И Скажет Слушай У меня Такие Случа Были Немало Десятки Вы Знаете Вы Меня Выручили Сильно Вот Этой Песни 5 лет Назад У меня Была Очень Кризисная Ситуация Но Я Услышал Или Услышала Песню Такую Мне Стало Легче Мне Захотелось Жить И так Далее Что Еще Надо Человеку Художнику Кроме Куска Хлеба Чтобы Накормить Семью Больше Ничего Не Надо Вот И Эта Песня Конечно Написалась Об этом Потому Что Там Есть Некая Цитата Из Деяний Апостолов Из Что Любовь Долго Терпит Значит Не Ищет Своего И так Далее Милосердствует И так Далее И Никогда Не Перестает Поэтому Я Эту Цитату Ну То есть Маленькую Строчку Я Чуть Переначал Но Я Использовал И Вот Давайте Вот Послушайте Эту Песню Можно Воспринимать На Нескольких На Нескольких Слоях Вот Как Вам Ляжет Так Так Оно И будет А живет Когда Безымянными Перонами Вода И Пойдет Река Огнями Берега Ты Узнай Меня Ты Узнай Меня Вдали Веселого А Обратно Домой Веселее Всегда До Тебя До Тебя Мне Откуда Было Знать Что Любить Не Перестать А Дышать Не Устать До Тебя До Тебя Мне Бы Только Дошагать Чтобы Глядя В Небеса Снова Нат Ночевать Ты Ты Узнай Меня По Заброшенными Перегонами Ты Узнай Меня Веселого Вдали Полетят Полетят Над Сколотым Огнями Холода А Обратно Домой Ранние Журавли До До Тебя До Тебя Мне Откуда Было Знать Что Любить Не Перестать А Дышать Не Устать До Тебя До Тебя Мне Мне Только Дожагать Чтобы Глядя В Небеса Снова Нат Обратно Домой Веселее Всегда До Тебя До Тебя Мне Откуда Было Знать Что Любить Не Перестать А Дышать Не Устать До Тебя До Тебя Мне Было Только Дошагать Чтобы Глядя В Небеса Снова Нам Оживать Снова Нам Оживать Когда мы прощались с Алексеем Поддубным, он сказал, что мечтает написать такую песню, Которую можно было бы исполнять без сопровождения какого-либо музыкального инструмента, чтобы люди могли собраться за общим столом и петь ее вместе. В создании такого народного хита, по мнению музыканта, и заключается высший пилотаж песенного творчества и волшебная сила искусства объединять людей, стирать границы и восстанавливать разрушенные мосты. И я хочу пожелать, чтобы в нашей жизни было как можно больше того, что нас объединяет. С вами был Александр Галицкий на «Струнах души». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok